В преддверии новогодних праздников мы совместно с железнодорожниками, а также транспортной полицией объединяем свои усилия для того, чтобы напомнить детям, что железная дорога не является местом для игр. Во-первых, дети понимают, что они должны делать в таких экстремальных ситуациях, потому что любой человек, когда предупрежден, он знает, что ему делать. И ребята, которые находятся в такой ситуации, в любой, на железной дороге или на какой-то другой, они понимают прекрасно, что это зона повышенной опасности, и они уже знают, как себя вести. Иногда даже родители одергивают. Ребята на этих уроках очень активные, иногда мы не успеваем просто всех послушать, все их ответы, и они каждый стараются, чтобы все услышали именно его. Поэтому это нужно, и мы продолжать будем с большим удовольствием. Расскажите, как вам мероприятие? Ну, мне очень понравилось, и я всегда интересовалась как-то железной дорогой, и мне было очень приятно, когда сами сотрудники железной дороги это рассказывали. Я усвоила, что вообще на железной дороге нужно быть очень внимательным, ухо востро должно быть. Послушали мы теорию, вот, и теперь самое время проверить, насколько хорошо вы усвоили полученные знания, или насколько хорошо, вы уже знаете правила. Поэтому мы все сейчас с вами одеваемся и уходим на теорию. А кто мне расскажет правила, вот кто расскажет, по одному тому мы вручим с фигурочкой подарок. Есть желающие? Можно? Давайте, давайте, подходи, 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 не стесняйся. Нельзя ходить по железной дороге, потому что может быть поезд, и нельзя заходить за желтую линию, потому что может быть поезд, и нельзя держаться на поезде, и делать селфи, потому что ты можешь упасть. Нельзя залазить на крышу поезд, да, потому что над крышей есть провода, которые там 27 тысяч рублей. Ну, молодец какой, а что такое селфи? Это твой дедушка. Селфи это фотография с чем-то. Ну, а со мной селфи сделаешь? Да. Ну, молодец, ты заслужил. А, ребята, а еще какие он не рассказал? Как правильно переходить железную дорогу надо? Нужно переходить по специальным тротуарам, либо же по Москве. А в капюшоне можно? Нет. А еще что можно? Нет. О, правильно, дедушка глухой, но он все равно помнит, что наушники надо снимать. Так, а где же мои меховики-волонтеры? Что касается профилактики, хотелось бы отметить уменьшение совершаемых административных правонарушений среди несовершеннолетних на участке обслуживания, в частности, станция Лиски и прилегающая территория. Я связываю это с качественной, не побоюсь этого слова, работой профилактической. Уважаемые родители, хочется обратиться к вам с убедительной просьбой о соблюдении детьми вашими правил безопасности при нахождении на железнодорожного транспорта. Следите за тем, где находятся ваши дети в свободное от учебы время. Будьте внимательны и контролируйте их, пожалуйста, постоянно, чтобы они посещали железнодорожный транспорт только в установленных местах, вокзалах, пешеходные настилы и пешеходные мосты. Нигде в другом месте они находиться не должны.